всем привет друзья с вами а нет звука и сегодня мы прольем немного водички касательно черепашек ниндзя в игре street fighter 6 которые уже вышли и это и хорошо и есть скажем так немного отрицательные моменты в этом ну что же давайте взглянем на них и так черепашки ниндзя значит мы видим здесь скин леонардо да тут можно покрутить довольно неплохо выглядят такие типа без зрачков как эти комиксовые до черепашки как игрушки графика симпатичный ну то есть визуал такой в стиле street fighter может быть не настолько детализованы как бойцы street fighter но все равно будет довольно прикольно так вот здесь у нас рафаэль все классно пояс буквы на поясе мы видим со и все дела тут у нас микель-анджело даже обратить внимание их лица разные разные в них эмоции на лицах нунчаки все дела так ну и донателло будет хитрая такая у него кнука так ну и прежде чем мы начнем лить воду обязательно ребят поставьте большой палец вверх под этим видео если вам нравятся такие видео подкасты болталки обсуждение чего-то свяженного связанного с нашими любимыми файтингами тот обязательно поддержите лайкосом и сейчас сразу же немножко негатива вам на валют эти скины можно купить только за реальные деньги и каждый скин примерно стоит около 1000 рублей это реально это не смешно это смешно и не смешно одновременно то есть вот 750 fight money стоит каждый скин fight money это внутриигровая валюта который можно только купить в стиме например да сейчас у нас steam версия и у нас есть другая внутриигровая валюта еще нам билетики там какие-то драйв билета называется у меня например в 12600 уже накопилось но я до сих пор ни один ни на что не потратил потому что там максимум можно покупать некоторые там раскраски для персонажей для скинов персонажей вот как бы это довольно печально хотя ну некоторые костюмы на аватаров можно покупать за эти деньги за драйв но вот черепашек нельзя и если бы они продавались за drive money то скорее всего они стоили бы космических просто там денег и возможно мне даже не хватило бы этих 12 600 чтобы купить один скин то есть вы представляете да 4 черепашки ниндзя по цене целой игры хренеть да вот это вот это я понимаю жадность а ведь во времена street fighter 5 всякие скины и даже dlc персонажей можно было покупать за внутриигровую валюту за fight money вот те же да но их можно было зарабатывать в игре играя онлайн выполняя различные челленджи а здесь их заработать никак теперь нельзя я не знаю сделают ли они эту функцию видимо не хотят создается впечатление что что модель внутри игры как у free-to-play игр типа фортнайта то есть вроде как бы мы купили игру за деньги да на весь контент но не весь но частично контент он только платный то есть как у free-to-play игры то есть если я понимаю форма это скачал бесплатно и там скинчики за деньги ты покупаешь да потому что эту игру бесплатно скачал играешь но тут-то ты купил ее там она стоит четыре тысячи шесть тысяч там 07 даже ну зависимость какие наборы ты купил вот печальненько это так вот здесь у нас масочки отдельно продаются 250 fight money каждый маска по моему скины на персонажа street fighter стоит дешевле в общем это чудо сверх какая-то жадность у хэпком или кто там за это отвечает я честно говоря в шоке от этого и не только я то есть можете подумать что это там может быть в ru сегменте в российском сегменте люди этому возмущаются им это не нравится такая тема но когда я зашел в игровой чат вот здесь вот да вот кстати здесь музыка появилась черепашья и написал в чате хочу поиграть но побиться с черепашкой вон fight turtles я увидел ответы типа я на ответы на на английском типа надеюсь что никто не купит их за 15 баксов то есть у них это в америке там 15 баксов стоит один скин черепашки ниндзя хрени да вот короче но я вам все покажу как выглядят эти черепашки в бою я для вас записал специально бои и вот хотел вам сказать что драться за них можно вот здесь вот да вот в боевом центре на специальная арена для боев аватаров но только в боях аватарах они могут участвовать но по идее они еще могут быть в режиме мировой тур вот я не знаю не мне не проверить но скорее всего мировом туре за них может тоже будет играть получается что это просто одежда на той персонажа скин получается вот я сейчас покажу вам как они выглядят в бою специально записал перед причем я специально на японский сервер зашел потому что вот обратите внимание черепашки вышли вышли везде реклама тут везде крутится их реклама на сервере а увидеть хоть одну черепашку то есть люди ну как ты не особо стремятся их покупать да не попадаются 1 2 черепашки он сидит кстати да вот сидит например да играет но не так много ну то есть повально люди их не покупают потому что люди явно жалеют денег за игру который так и ешь его стоит чтобы по цене игры по сути купить эти скины но шумите я пробежался по серверу тут одна черепашка сидит больше никого нет вот но я сейчас вам покажу как они выглядят в бою это кстати скажу сразу прикольно и так вот я записал на японском сервере там там раз попали черепашки решил писать их бои вот видите да короче происходит у нас у трафаэль против леонардо некий бойцов я не вижу они из роглифа стоят ну кто не знает может быть как это все работает вы своему аватару можете выставить разные приемы с разных персонажей стритфайтера то есть я вижу по стойке тут один например люк другой скорее всего кен и помимо того что ты основной стиль выбираешь и стойку да зависит от этого зависит какие у них он бы будут также ты можешь выбирать приемы но все эти прием конечно же открывать в режиме мировой тур в прохождении вот соответственно ты можешь там приемы от кена от гайла поставить от бланки от кого угодно намешать приема можешь вот это довольно прикольно то есть обратите внимание я смотрю на эти бои черепашек и у меня сразу воспоминания черепашек боях с денди помните на денди была игрушка тиментий файтерс она была прикольная и там у них были похожие приемы там типа одна черепашка могла летать вперед вперед головой как мы прежде с контакт разок приеду используется 1 могла вверх как гайл крутится ну то есть реально тут можно сделать очень похожий такой файтинг получается на то что было в старые добрые времена на денди ну и визуально смотрите смотрится довольно неплохо тут видите приема зонги его используют это гайловская штука по моему да ночам довольно прикольно смотрится но единственный косяк этого режима почему я например не люблю него играть этот бои аватаров он жутко дисбалансный и не из-за того что можно приемы любой поставить а из-за того что персонажи разная прокачка то есть кто-то много вкачал своего персонажа в режиме открытый мир там на покупал ему шмоток каких-то которые дают ему бафы то есть видите у них по три полоски жизни у каждого у меня например только две или полторы полоски жизни пока что то есть там не меньше двух тысяч единиц здоровья у них там по три тысячи вот и короче ну это очень довольно жирно да получается и соответственно у кого-то бафа на силу удара бафа на выносливость там всяк вот это вот поэтому я не знаю почему они не сделали баланс в этом режиме то есть например была похожая фишка но не с аватарами а еще в целом даст прокачка персонажей в инжайс с 2 то есть всех тоже были по-разному прокаченные персонажи разные шмотки у них были одеты там параметры все такое но в онлайн не был режим когда они приравнивали все к одному уровню соответственно у всех персонажей неважно как он прокачался были одинаковые жизни и одинаковый урон типа то есть главное скилл оставался и вот здесь этого реально не хватает потому что я пробовал там выходишь биться против бойца у тебя одна полоска жизни внутри и ты бьешь и у него в жизни вообще по чуть-чуть убавляются это просто но скучно становится биться в таком бою вот я надеюсь что каком как-то это дело еще будут развивать то что тема прикольная не хватает диска шкиф ты еще арен то есть они все дерутся всегда на одной тоже в этой арене до какой-то как-то визуально бы можно было поменять там как будто виртуально это на голограммы какие-то сделать что они в разных местах дерутся а так обратите внимание бои сможет действительно классного исполнение черепашек ниндзя я прям с удовольствием посмотрел как ребята бились тут видно что такие довольно скилловые игроки дерутся какие-то вот азиаты прям прям реально вспомнились черепашьи бои вот но конечно покупать за 1000 рублей а скин одной черепашки ради того чтобы поиграть в режиме в дисбалансном который которым не лично играть не нравится но это такое себе удовольствие согласитесь то есть играть за них там против бойцов из игры ну нельзя а вообще конечно помимо того что там скины черепашек тут многие игроки сами создают себе классные скины даже есть черепашки ниндзя какие-то самая самопальная на минималках стрёмные там да короче но есть и прикольный персонаж попадаются реально красивые похожие там на тех кого создали тут таноса недавно видел в этом батлхабе вот так что тема на самом деле прикольным просто кепкам нужно как-то к ней подойти по-другому немножко изменить здесь правила игры так сказать и тогда будет этот режим действительно более популярным чем сейчас да сейчас люди заходят там челленджи бывают раз неделю иногда типов сыграть там пять боев но вот реально я через силу их отыгрываю иногда последние разы просто забил этот режим потому что ему скучно бывает очень долго идут бои из-за того что у кого-то слишком много жизни в общем такая вот тема а так ну в общем черепахи выйдет конечно клёво но того не селок я думаю не стоит я побольше боев отдельно залью ребятам нашим групп вконтакте для спонсоров если что ребята знаете что вы можете поддержать канал финансово оформить спонсорскую подписку нашей группы вк и тоже смотреть там различные эксклюзивные ролики которых нет на ютубе и также общаться в нашем крутом чате секретном так что я еще боев ребятам залью туда просто боев посмотреть вот тут пока что все с этим вот как вы видите перевод это арена вот тут разные ребята созданы тут цирк уродов конечно что происходит в основном но и бывает действительно интересные аватары даже попадает какие-то бомж черепашки нельзя такие дела ну что еще хотел сказать значит черепашками все понятно да там еще кстати раздали какие-то халявные предметики но не особо интересная ну если вы запустите игру там в новостях их можно будет забрать но такое как бы себе единственный может быть вот эту музыку которых сейчас слышите да она играет здесь ее тоже можно к себе забрать у себя там потом в галерее отдельно слушать эту музычку из черепашек ниндзя вот ну и из того чтобы стритфайтеру вообще за все время накипело хотелось еще сказать о кстати тоже тут знаете черепашкой стоит какая-то опа видите ну то есть если бы цена была адекватно сейчас будут половина бы зала было в черепашках одета но видите только единичные такие люди что мне еще не нравится вот в их системе финансовые вот вот стритфайтера давайте посмотрим награды здесь есть этот вот бойцовский абонемент и бойцовский абонемент сука тоже платный то есть это что это вы играете в игру набираете опыт и за то что вы играете игру получаете разные типы предмета и тут как бы есть два и две версии это бойцовского абонемента верхняя бесплатная а нижняя премиум платная то есть за него надо тоже заплатить там где-то 300 рублей что ли что-то типа того вот но опять-таки камон это же игра платная она стоит денег то есть для чего создаются бойцовские абонементы в платных играх до для того чтобы людям создавать интерес заходить играть в онлайн чтобы онлайн не пустовал до что был челлендж для игрока от стимул как бы идти играть онлайн то есть я сейчас там побьюсь открою какой-то скин там ну по крайней мере до mortal kombat 11 помните кстати на старте вся эта пресса наша там до обосрала mortal kombat 11 мол дома донатная полойка но в игре донатом практически не оказалось то есть они там была небольшая возможность но особо неудобно и никому не нужны кристаллы там да тут тут есть fight money да а там кристаллы mortal kombat эти кристаллы зарабатывались когда вы играли онлайн и потом на ну вы за это во первых во первых вы играли в боевую лигу это был что-то типа абонемента вы просто чтобы выиграть скины да и плюсы вы выигрывали кристаллы боевой лиги в онлайне и на эти кристаллы могли покупать еще какие-то костюмы для персонажей в игре здесь как бы вот все что вы можете это вот выигрывать вот такую хренатень типу там какие-то вот обои для мобильного телефона для персонажа в открытом мире там в режиме rental это типа аренда делся бойца на часик там поиграть или на сколько-то но видите короче да какие-то картинки рамки вот такая вот три буха короче разная ну вот очки для аватара ну а в платном тут чуть чуть получше типа в платном типа больше шмота для аватара как бы но все равно это даже из мне кажется если бы вот этот вот абонемент был бесплатным он все но был бы ни о чем то есть тут незачем просто биться какие-то шмотки непонятны для аватара да кому они нужны людям интересно что людям интересно скины для персонажей за которых они онлайн играть выбивать да к примеру единственная фишка здесь можно выбить fight money которые вы потратили на участие в абонементе если вы все пройдете это в принципе реально сделать ну как бы но интересно честно нету то есть печально это все очень печально это очень похоже на free-to-play схему но в платной игре повторюсь вот ребят такие дела накипело у меня это дело но хочу сказать что в остальном то игра классная то есть вот несмотря на эти жадные такие как комовской косяки не косяки политику их сама игра клёвая то есть мне очень нравится здесь бои онлайн тут есть своя тип этот лига да у нас есть тут своя команда свой клуб короче там состоят наши игроки с нашего канала мы периодически собираемся на нашем лайв канале на стримах играем по механике игра классная графика классная в анимации персонажей офигенный mortal kombat после этого немножко даже деревянным кажется режимы открытого мира тоже забавный просто не надо время там пофармить поиграть ну то есть вот этот лобби тоже отлично сделано может какие с какими-то левыми игроками встретиться там поиграть посмотреть на них костюмы там разные поугарать чисто да а можно друзьями тут толпой собраться почудить это очень похоже на playstation home вот так что блин все клево кроме того что слишком дорого некоторые вещи а так вот в принципе на этом все что хотел вам сказать ребята напишите в комментариях как в черепашки ниндзя стали ли вы покупать эти скины за такие деньги вообще стали ли вы за деньги покупать или вы считаете что все-таки должно это открываться за внутриигровую валюту как это было в пятом street fighter я как бы дело их они имеют право продавать или не продавать то что является этом собственно все к тому же черепашки ниндзя типа это не их собственность это там кросс промо там да скажем так но в любом случае ребят ваше мнение в комментариях с вами была не звука до новых встреч